доброго времени суток хочу показать свои лоскутные труды ну я конечно понимаю что это слишком примитивно ну вы знаете когда желание построчить и куда-то применить уже существующие кусочки и не выбросить я считаю нормально конечно понимаю что будут любители пописать какие-нибудь гадости флаг в руки я это снимаю для тех кто любит порукоделить или хочет порукоделить и думает о это так сложно это так должно быть там чтоб красиво опять же я повторюсь самое главное качественно это в первую очередь когда вы хотите применить свои какие-то остаточки и не выбросить у меня от мамы остался ну просто чемодан всяких кусочков вот эти кусочки в принципе они вот такие были я вот эти полосочки их пополам рвала вот они не резала прям рвала это какой-то валан был не использованный и разрезал все остальное просто кусочки от пеленок от каких-то фартуков от каких-то там я не знаю халатов мама шила на заказ и вот такие поставались ну какой-то может я пополам резала какие-то просто подгоняла по размеру но выкинуть мне было честно говоря жалко мама латки всякие ставила кому-то там чего-то шила но я решила для себя посмотрите то у меня будет целая покрывала вот я на старую простыню нашиваю ну вернее я основное собрала а теперь только вот уже вот этими строчками это вот у меня машинные строчки такие и вот я теперь где-то может быть и неровно я просто меняю нитки поэтому тут видите не все прострочено это просто я еще думаю какими нитками я буду это дело прошивать белые кусочки я еще более такими красивыми узорными строчками декорирую а так вот посмотрите как и я смотрю а я теперь буду знать какие строчки у меня как выглядят вот мне очень понравилось и хочу разного цвета чтобы ну цвета которые присутствуют хочу использовать сейчас я покажу кусочки которые это у меня были вот эти кусочки вот эти кусочки я их так перебираю какие-то подравниваю да ну так я их перебираю это я воду хорошую наливаю свой чужок вот он это я строчки пробую кусочки вот такие полосочки вот я их рву рву режу и потихоньку собираю будет такая же наволочка может быть вышивкой украшу ее и вот будет у меня такой летний вариант на постель чтобы не тереть покрывала когда жарко и я буду и вроде бы красиво они просто там какая-то разобранная постель непонятная а так я застелю на постель на свою на диван диван у меня и будет красиво лежать подушкой покрывается и пожалуйста тритесь по жаре я живу одна и даже если кто-то придет это будет более прилично чем когда разобранная постель а по покрывалу в жару тереться тоже не очень я хожу длинной какой-нибудь майки когда кто-то приходит и вот я еще почему сюда пришла хочу показать вот еще кусочки немножко другого качества тоже вот вот такой видите видите и еще что хочу показать у меня еще где-то два раза столько же не так это старых запасов еще мамы то есть ну мои машинки не особо их шьют и строчку могут пропускать а в такую строчку она годится потому как техники немного техника хорошая там сейчас завалена не буду показывать но у меня есть более дорогие немецкие нитки они более тонкие но это уже когда какая-то другая строчка на какие-то вещи более такие скажем за важные или дорогие и швейно-вышивальная машинка у меня еще не дешевая и такая нитка ну точно не пойдет это еще как мама в ателье работала у нее была машинка лада это по новей уже ниточки то я покупала ну вот очень много у меня вот таких вот видно да совсем со старых старых запасов что у меня они лежат в кульках коробках ну куда девать а тут как раз и израсходуется поэтому не слушайте никого не пугайтесь вот видите запас это еще мамины старый запас не знаю где набрала вот это отламывалась она их так она не ставила пряжки на их обматывала красиво пояса выстрачивала под платья к сожалению нет ни фотографии ничего уже и еще у меня есть одна идея куда использовать ленты видите вот еще нитки это старые запасы по моему во всяком все более старая нитка и все это надо куда-то деть а куда ну вот как раз израсходуется так что вот такие вот я потом досниму конечно когда я закончу я сюда сниму соединю весь фильм и покажу тут у меня когда процесс идет все завалено я потом разбираю когда заканчиваю видеть еще не законченный блок косметичка будет то чтобы было понятно техника у меня прилично это моя мой оверлок вот моя швейно-вышивальная машинка я просто прикрываю чтобы тоже не пылилось поэтому вот таких ниток у меня очень много это для вышивки шелк не самый дорогой ну как сейчас стоит не дешевый у меня целая коробка а знаю 100 чем-то штук бобинок но выбор очень маленький на самом деле как оказалось но мне достаточно вот еще коробка с нитками опять же извиняюсь когда у меня процесс работы у меня тут конечно все стоит эта комната у меня такая для для работы для моей это у меня здесь рабочий кабинет там вон еще футляр видите стоит это еще не самая техника ну вот так вот рабочий кабинет потом я присоединю уже когда закончу свое покрывало комплект когда будет полный не хватит конечно мне чтобы еще сделать кроме вот этой простынки она такая будет на тройном как бы из трех слоев потому что это вот первый слой простыня старый второй есть у меня очень симпатичная ткань на изнаночную сторону то есть со всех сторон будет красиво выглядеть такая она немножко синтетическая поэтому я не придумала что пошить потом покажу когда уже будет готова и там как раз на наволочку на обратную сторону может быть из чего-то подумаю на собираю резать просто я не хочу резать у меня конечно из меня вот такие есть большие куски вот такой вот такой целые куски есть но порезать их на квадратики потом посострачивает но как-то для меня это неприемлемо а вот которые уже мелкие их собрать в кучку можно было конечно резать их более блоками к делала подставки под горячая и прикладывать потом туда какие-то усилия мысли и фантазию но я решила не заморачиваться строчка я делаю зато вот такой приятненько что я сама туда вложила свою любовь свою душу для меня будет приятная такая простынка или как сказать покрывается для отдыха ну вот так вот доброе утро снимаю в длину камерой или как бы это сказать высоту в ширину не вмещается вся кровать это кресло кровать хочу показать свой свою первую работу можно сказать я делала конечно прихватки и подставки под горячие такую масштабную работу первый раз она конечно очень примитивная моя работа но цель была утилизировать кусочки которые жалко выбросить я их не резала единственное что я делила пополам это вот эти полоски которые которые соединительные все остальное я вот какие они были эти кусочки я просто их ровняла под одну длину они практически одинаковые были это остатки еще от моей мамы целый чемодан вот такую подушку я сделала себе я люблю маленькие подушки обратная сторона у меня из одной ткани которую я купила секонд-хэнди это был кусок ткани и вот я поставила и внутреннюю сторону я ставила на старую простыню она была не такая старая как собака зацепила двух местах порвала лапами я решила ее поставить на основу это машинная вышивка на подушке я вышила и потом попробовала еще вот такую крэйзи технику очень мне нравится буду продолжать дальше такие масштабные конечно делать больше не буду разве что внуку может какой-то покрывается на пляж живет на берегу азовского моря может быть для него сделаю какой-то с аппликацией машиной может быть покрывается а так масштабный делать больше не буду это сложно долго мне это не нужно а так для себя чтобы не выбросить я собрала у меня вот такое покупное одеяло лежала в похожем стиле вот теперь мне будет комплект одеяло я покупала в магазине это фабричная такой очень приятно я его увидела влюбилась цвет такой нежный приятные вот у меня в одном стиле видите теперь такая постель тумбочка это я купила на рынке женщина продавала бабушка ее умерла хотели внуки выкинуть а я забрала кое-что себе забрала решила вынести ну я очень была рада я люблю чужую работу купить то ли непонятно где она будет хорошо что они не выкинули у меня еще несколько вещей от этой женщины я купила крючок и кто-то делал муж может быть ручной работы крючочек он у меня лежит и купила для плетения сетей даже не знаю как называется не помню такая штука вырезана из дерева в середине так палочка торчит в общем все из цельного дерева вырезана очень аккуратно очень красиво спрятана я сейчас вспомнила можно было приготовить показать когда нибудь покажу свои инструменты отдельным видео и вот я купила эти работы той женщины которая уже умерла а ее работа радует еще людей и купила ее инструменты вот такая получилась история вот такая получилась история вот простите дрожит у меня это у меня рука иногда дрожит я напрягаюсь держу и рука дрожит люди ругают меня дрожит видео буду рада поучиться у этих людей которые критикуют только всем кому нравятся мои видео пожалуйста подписывайтесь буду делиться с вами своими пробами я не супер швея я очень-очень такая слабая швея но мне очень нравится от души я получаю удовольствие вот пожалуйста мы только на новом любим лежать только что-то новое постелиться лаки а ты не хочешь пойти купаться тебе купаться пора купаться пора пойдем купаться не обольщайтесь это напрятаться пошла они купаться всего доброго в последний момент решила показать какой я комплект внуку доделываю вдохновилась этим своим комплектом собрала все свои остатки кусочки резала минимально в основном собирала то что есть из мелкого ну и в общем-то вдохновилась и решила внуку сделать комплект у меня маленький внук ему 4 годик и что меня сподвигло именно на такую тему смысл тут вы понимаете да это я вышивала на вышивальной машинке что меня сподвигло он нашел у второй бабушки свой матрас детский там на нем машинки нарисованы и но он просто не расстается теперь с этим матрасом но у меня так как кусков осталось много еще и я решила раз такое дело сделаю ему такой подарок пусть он на том матрасе валяется на этой подушке сейчас еще вот нужно доделать мне покрывается обратная сторона вот такая два метра было куска такого красивого хлопка и вот я собираю ему покрывала маловато я вышила мотоциклов этих всяких машинок ему нужно было на пару штук больше теперь приходится мне делать эти огромные блоки и как я их буду собирать ящик до конца не поняла но в общем-то думаю за сниму может быть кому-то будет интересно поближе ты на вышивальной машинке вышила теперь собираю в кучу у меня остался вот такой сиреневый кусок и вот такие синие как эти полоски кусочки вот я пытаюсь надеюсь мне хватит этих остатков не придется ничего резать не хочется ничего резать все таки я так склоняюсь петчворк лоскутное шитье все таки из лоскутиков а не из разрезать большое пошить маленькое из разряда порезать на квадратики потом на треугольнички я не сторонник конечно тот петчворк который уже возвели конечно ну просто необыкновенного творчества я не говорю я говорю о тех кусочках которые у каждого могут валяться дома кто умеет слегка шить так слегка то я думаю можно просто собрать свои кусочки добавить туда большие куски но не резать их конечно исключение вот то что я сказала шикарные художественные работы которые есть в ю тубе конечно они вдохновляют и